Добрый день, добрый вечер. Сегодня 2 июня. Пасмурно, вот ходим в тулупах. Холодно. Но сегодня более-менее, кстати. Сегодня у нас цель посмотреть вот те гнезда, где магазин я поставила внизу. Интересно, что там внизу. Но ты сильно далеко не уходил. Мы берем вот более-менее такие сильные семьи. Давай заглянем туда. Сразу покажем, что чего-то тут было принесено когда-то. Ну вот, медок тут есть, видите. Медочек тут есть. Так. Ну, наша цель. Мы сначала посмотрим гнезда, в смысле корпуса. А потом посмотрим магазины. Я сама-сама это смогу. Вот. Сейчас посмотрим сначала, что у нас здесь изменилось. Сегодня, кстати, надо было мне найти, например, пиргу на воспиталку. Так скажу, вам проблема была найти пиргу. Пирги практически нет. Улях. Так. Все, подъели. Ну и заодно посмотрим, что у нас тут с строевыми настроениями. Так, ну вот. Ну, пока посмотрим немножечко. Уже вечер. Сегодня витрина была страшная. Несмотря на ветер, летали как оглашенные, потому что уже все подъели, видать. Ну вот здесь посреди расплода перга. Она пихана. Ну, сейчас чуть-чуть посмотрим просто. Самое интересное же. Ну, нормальный расплод. Короче, приличная очень семья. Сейчас посмотрим, что. Ой, фу, как. Так. Придется двигать вот так. На рамочке. Ну, в общем, кругом засев. Кругом засев. Ну, кругом в смысле расплод. А на крайних рамках, это еще, кстати, старый мед. Здесь, вот подойти, пирги практически нет. Вот она. Все запасы, короче говоря. Сейчас посмотрим. А вдруг они запасы все хранят внизу. Вдруг? Сейчас посмотрим. Ну, здесь они одной, конечно, снять. Будем просить кинооператора. Так. Что здесь? Здесь у нас. Пошла ли маточка вниз? Я вижу уже, что пошла. По крайней мере, тротовый расплод есть. Здесь полностью засев яйца. Вверху видите труб. Ну, должна вам сказать, что я, конечно, для гнездовых магазинов брала, ну, самые плохие рамки, которые уже были потемнелые. Так, здесь личинки. Так, здесь личинки. Ну, а здесь капля пирги. Здесь вот немножко... Так, расплода здесь нет. Так. Здесь тоже нет расплода. Только три рамочки. Только три рамочки. Получается только три рамочки. Расплода. Остальное там, кстати, медок. Медок чуть-чуть. И в основном пустые рамки. То есть здесь не очень активно. Не очень активно матка засеяла. Ну, примерно, в общем-то, так же, как и тех, которые наверху. Так, давай обратно. Все, я поставлю. Вот, капусте. Давай посмотрим. Вот у нас тут есть один такой улейок, где мы поставили два. Магазина мы такие вот дозеры, такие мечтатели. Мы поставили два магазина. Здесь, конечно, еще ничего нет. Во втором-то... Сейчас посмотрим. Ну, еще пусто, короче. Ну, здесь-то есть. Здесь у нас. Здесь занесено. Сейчас посмотрим, что здесь. в гнезде. Вот просто такие у нас сейчас страсти по перге случились. Я бы никогда внимания не обращала, собственно говоря. И никогда раньше не обращала внимания. Мне казалось, это нормально в рутах, что они пергу несут с колес. Ну, вот с такой весной, когда в апреле было, дай бог, два дня, когда они могли нести пергу. И перги не было, и семей не развивались совершенно. Вот здесь немножко есть перги. Чуть-чуть. И... То есть среди расплода перга. Среди расплода перга. Крайние рамки. Я вот уже обратила внимание. Медовая помощь. А, кстати, нет. Вот эта вся перга. Кстати, свежая. То есть вот эта рамка перговая. Вот. То есть я говорю о важности перги. Слушай, это тоже, смотри, перга. Видите? То есть без перги... Интересно, что у нас тут внизу. Так. Ну, здесь полностью расплод. Расплод хороший. Здесь, кстати, по-моему, тоже. Ага, здесь тоже. Вот. На этой стороне расплод яйца и выходящий. Сейчас мы... Я бы никогда... То есть... Перга – это важно. Важно в том смысле, что вот при таких наших непонятных веснах, странных летах запас перги совершенно необходим. Получается. Без него никакого развития нет. У нас фактически развитие отстает на месяц. То есть семьи сейчас в таком состоянии, в котором они должны были быть ну, дней 20 назад. и все это потому, что не было приноса пыльцы. Так, давай-ка вот так положим. Матка у нас, мало ли, не прошла. Вот так, ровет будем. Нервничает. Ну, немножко перги. Здесь полностью яйца. Здесь полностью рамка яйца. Так, здесь вот. Вот так вот. Здесь уже даже печатный расплод. Вот он. Здесь тоже расплод. Причем хороший пчелиный расплод. Это уже которая у нас? Третья, четвертая. Так, здесь мокрый расплод. То есть вот они здесь. Значит, расплода матка нагнала, а вверху берга. Здесь тоже яйца. И вот здесь вот мокрый расплод, а здесь яйца. здесь мокрый расплод. Это уже, наверное, шестая и пятая рамка. Здесь тоже расплод. То есть вот такой интересный факт. Они складываются вверху. Они складывают сверду вверху. Все, тут расплода нет. Так, ну вот, собственно говоря, что здесь. Видите, как интересно. То есть внизу матка ушла, а пергу начали складывать вверху. Давай. Подожди-ка. То есть вот они внизу и не стали даже забивать. Хотя я, честно говоря, была бы не против, если бы они у меня в магазине складывали первую. В нижнем. Ну, вообще, вроде роевого настроения нет. Пока. Посмотрим. Вот, собственно говоря, все, что я хотела показать. Вот примерно так. То есть матки опустились. И что хорошо, что при этом они из магазинов, из верхних, не уходили. Они пошли туда вниз только тогда, когда семьи действительно стали сильными. Но при этом не переставали носить мед в верхние магазины. То есть мне, кстати, это очень понравилось ставить вниз. Все, спасибо за внимание. До встречи.